Чё-то хлопнуло, хлопнуло, я упал, не знаю. А на каком этаже вы живёте? Третий, третий. Первоуральский в квартире на втором рванул газ на кухне, а у полуразрушенного подъезда пятиэтажки под завалами были обнаружены покалеченные обломками бетонных плит тела. Одного из пострадальцев из эпицентра взрыва огнеборцы спустили с высот на грешную землю с выдвижной пожарной автолестницы породы АЛ-50. Он, правда, был серьёзно контужен и оглох. Сами слушали на левое ухо. Примерно такой была легенда для второго этапа команда штабных учений с деятельным соучастием всех экстренных служб Первоуральска, чиновников, психологов и кинологов, и даже студентов-спасателей. Плюс больше дюжины единиц спецтехники. На месте условно-техногенной аварии с весьма разрушительными последствиями был развернут оперативный штаб для координации действий всех экстренных служб города. На дальних подступах к понарошке взорвавшейся квартире с условным обрушением были выставлены дозорные из полицейских подразделений, а в самом эпицентре ЧАЭС. Спасатели доставали из-под бетонных обломков условно пострадавших граждан, мудрить со статистами не стали, и на носилки уложили даже не манекены, а чучело. Одно из них элементарно соломой набили, а для второго – для наглядности. В не самые чистые одежды вложили на скорую руку сколоченные доски. В зрелищном смысле чуточку потеряли, зато обломки железобетонных плит на заброшенном недострое были более чем натуральными и по весу соответствовали тому, с чем спасатели обычно сталкиваются в реальной жизни. Условно пострадавших условно эвакуировали в пункт временного размещения и даже понарошку накормили. Пожалуй, по-настоящему без дураков. Всему происходящему радовался пес, которому по долгу службы предстояло все тщательно обнюхать и лаем доложить хозяину, что где и как. Начальство по итогам учений оценки выставлять не стало. Но, как сообщил в финале в комментариях подполковник внутренней службы Евгений Бондарь, начальник отдела службы пожарно-спасательных подразделений территориальная подсистема РСЧС, то есть Единой госслужбы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, готова ликвидировать, грубо говоря, последствия техногенной ЧС. В рамках данных учений были отработаны действия по разбору завалов жилого дома, вызванные в результате взрыва бытового газа в одной из квартир. Редактор субтитров А.Семкин